Здравствуйте! С вами Несерович Екатерина и это новости in Poland, темы сегодняшнего нашего выпуска. В Польше в рамках национальной программы началась вакцинация населения. Протест водителей фурна А4 отменен, местные власти и суд не согласились. В Польше в реке нашли тело мертвой украинки. Рождество во время пандемии коронавируса. Как это было? А теперь подробнее. В это воскресенье в рамках национальной программы вакцинации началась иммунизация медицинских работников. Напоминаем, что согласно плану вакцины попали в Польшу 26 декабря, а первые прививки начались через день. Первой вакцинированной от коронавируса стала Алиция Якубовска, старшая медсестра Центральной клинической больницы Министерства внутренних дел и администрации. Доктор Артур Зачинский сделал ей прививку. Затем вакцину сделали еще четырем сотрудникам ЦСКА Министерства внутренних дел и администрации в Варшаве. Первые прививки от COVID-19 были запланированы на 27 декабря на 8 утра. Согласно национальной программе иммунизации, прежде всего так называемая стадия 0, вакцинацию против коронавируса могут получить работники больницы и работники других субъектов, осуществляющих медицинскую деятельность, включая санитарно-эпидемиологические станции. На этом этапе также могут быть вакцинированы работники домов-интернатов и муниципальных центров социальной защиты, работники аптек, аптечных пунктов, пунктов снабжения медицинских изделий, оптовые продавцы, в том числе компании, перевозящие лекарства, а также работники медицинских университетов и студенты медицинских факультетов. В Польше в реке нашли тело мертвой украинки. Местные СМИ сообщили о трагедии во вторник, 16 декабря, поздно вечером. Тело находилось на достаточно трудодоступном месте, на отрезке реки Пелзница, которая находится вблизи замкового комплекса Ксенш. Полиция проинформировала нас о том, что идентифицировала жертву и ее оказала 45-летняя украинка, пока не установлено, как погибла женщина. С ней мог произойти несчастный случай или кто-то поспособствовал ее смерти, сбросив вниз. Первая версия звучит правдоподобно, ведь несколько дней назад СМИ предупреждали, что тропа Хокпер была закрыта из-за риска обвала и аварии. По неофициальной информации, женщина была жительницей жилого комплекса Пестопского в Швебодицах. На данный момент неясно, способствовали ли ее смертью третьи лица. Патолого-анатомическая экспертиза не дала четкого ответа относительно обстоятельств смерти, поэтому были назначены дополнительные анализы. Протест водителей фур на А4 был отменен. Местные власти и суд не согласились. На автостраде А4 в Нижнеселецком воеводстве 23 декабря должна была пройти несколькочасовая акция протеста водителей фур. Они хотели обратить внимание на отсутствие поддержки для них во время пандемии, в том числе на их исключение из группы профессий, работающих в условиях, вредных для здоровья. Водители попытались официально заявить о своем протесте, чтобы провести его законно. Однако затем они столкнулись с запретом местных властей. После организаторы обратились в районный суд Легницы. Тем не менее суд сохранил запрет, почитав решения местных властей полностью обоснованным. Изначально ожидалось, что водители доберутся до автомагистрали А4 без официального разрешения, но после появилась информация о том, что акция окончательно отменена. Как прошло католическое Рождество в Польше во время пандемии? Рождество – это один из самых семейных праздников, который занимает особое место в польских традициях. В католицизме Рождество начинается в день, перешествующий к годовщине рождения Иисуса, то есть Сочельник, вечер 24 декабря. По традиции в Польше Вигелины ужин начинается с первой звезды на небе. Это символическая ссылка на Вифлеемскую звезду, возвещающую о рождении Иисуса, которую, согласно Библии, видели на восточной стороне неба три царя. Ужин, согласно обычаю, начинается с молитвы и чтения отрывка из Евангелия от Матвея, Луки и Леоанна в части, касающейся рождения Иисуса. Затем участники ужина ломают друг у друга платки и желают всего самого хорошего. На столе, накрытой белой скатертью со связкой сена под ним, накрывается на одно место больше, чем собралось количество людей. Дополнительное место за столом в канун Рождества предназначено для нежданного гостя. Важные обычаи, сопровождающие Сочельник, это пение рождественских песен. Также под елку кладутся подарки, но дети их открывают уже 25 декабря. Далее ночью в католических церквях начинается торжественная меса, называемая пастеркой. Следующий день, то есть 25 декабря, это само Рождество. Верующие собираются целой семьей на праздничный обед и обмениваются пожеланиями. А 26 декабря, это второй день праздников в Польше в память о Святом Стефане, первом мученике за христианскую веру. По традиции, в этот день нужно ходить в гости. Однако из-за пандемии коронавируса нельзя собираться более пяти человек, поэтому это Рождество было необычным. Большинство семей остались дома и праздновали в маленьком кругу. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий и не забудьте подписаться. А также вся наша редакция информационного портала Инполанд поздравляет вас, наших зрителей, с наступающим 2021 годом. Пускай этот Новый год оправдает все ваши ожидания. Субтитры создавал DimaTorzok